Панеминский, Волова, я витаю всех мешковцев Львова, похожих журналистов. С вашего дозвола я буду разумляться российской мовой. Мы действительно под большим впечатлением от деятельности господина Мера Садового и от тех реформ, которые мы ведем во Львове, Львов стал символом обновленной Украины. Львов не просто символ украинского духа, украинского национального характера, украинской истории, но это также символ, я думаю, будущего Украины. Потому что из этого города каждый раз начиналась украинская революция, из этого города началось уже, началось украинское обновление. Я не буду говорить о будущем, началось. Потому что то, что за последние годы было сделано во Львове, дает надежду не только остальной громадной стране Украины, но и всем нам, которые очень переживают за то, чтобы у вас все получилось. Судьба Европы решается сейчас в Украине. Я думаю, что европейцы тоже это поняли. Украина спасает европейскую цивилизацию от Барбара 21 века. Свои крови, свои жизнями. И сегодня также кадовщина грузинско-российской войны, российское вторжение. Вчера была в кадовщине российское вторжение. Сегодня, вчера это отмечается в Грузии. И наши друзья это отмечают. Несколько сот людей сложили голову на грузинских солдат в 2008 году, но до этого противношла почти 20-летняя война, которая унесла десятки тысяч жизней. То, что происходит сейчас в Украине, нам очень знакомо. Потому что то же самое происходило все время в Грузии. Но то, что происходит в Украине, это тоже новость, потому что наконец-то начинается откат российской империи, закат российского империализма. Это было сделано на Майдане, начало этого. И это закончится тем, что Украина окончательно выйдет победителем. Да, самая ужасная вещь, что может быть, это война. Мы это на себя испытали в течение десятилетий, и я могу сказать, что это самое ужасное, что может произойти с любой нацией. Хуже войны может быть только потеря полностью ухода. Украинцы это лучше всего знают. Поэтому надо, чтобы был мир, и надо, чтобы Украина была свободна. И Украина будет свободной, и Украине будет мир. То есть Европа будет защищена, поселена, но главное, Украина тоже будет рассчитаться. Поэтому мы, конечно, с большим удовольствием приняли это приглашение. Еще раз говорю, что я тут много лет следил за теми реформами, процессом возрождения и развития Львова, который происходил буквально на наших глазах, на фоне безнадежности, цинизма, который наслаждался и в том числе в Украине. И этот город стал маяком того, что можно сделать что-то иначе. И много чего иначе. А сейчас, тем более, в новых условиях, этот опыт надо, чтобы у нас последовательство здесь и приумножился Ассуру Бальбову. Чем мы можем? Мы можем готовы помочь. Потому что для нас ваш успех, ваша победа – это в долгосрочном плане наш успех и наша победа. Ваша свобода – это наша свобода. Ваше будущее – это наше общее спинное будущее, наибудье так, потому что от этого мы все зависимы. Еще раз спасибо большое.